В современном обществе нет единого мнения по поводу личности Чуканова-Лиханова, его роли в судьбе своего народа. Что двигало им, когда он отправлялся в свои опасные путешествия? О чем думал, когда армия, мундир которой он носил, штыком утверждала власть в мирных селениях? Чукан-Валиханов. Человек, еще при жизни ставший легендой. Очарованный странник, смерть которого явилась причиной еще больших загадок. Это была одна из самых знатных семей Казахстана. Его отец, внук Аблая, сын хана Валей Чингис, окончил азиатскую школу при Омском военном училище. Мать Зейнеп была из рода прославленного Бия Чурмана. В учебниках советского времени утверждалось, что родился Чукан Чингисович Валиханов в 1835 году в крепости Кушмурум, недалеко от Кустаная. Но в последние десятилетия появились данные, что родился он на зимовке Кунтимес, относящийся к Саракольскому району нынешней Кустанайской области. При рождении мальчик получил имя Мухаммед Ханафия, но прижилось прозвище Чукан, придуманное матерью. Его с самого раннего детства готовили к поприщу степного политика. Чукан был удивительно похож на своего прадеда Аблая, не только лицом, но и тонкостью ума. В пять лет Чукан овладел казахской грамотой, научился читать и писать на чагатайско-кипчакском языке, а вскоре и на арабском. Чукану нравилось наблюдать за военными топографами, смотреть, как они вычерчивают тушью дороги, реки, планы крепостей, штрихуют сплоны гор, помечают расположение колодцев. Топографы приметили, что возле них все время крутится смышленый сын султана, и Чукан обрел вполне квалифицированных учителей рисования. От рисунков карандашом и тушью мальчик перешел к акварели. Он старательно рисовал натюрморты, пейзажи, портреты. Это увлечение Чукана переросло в стремление исследовать мир, который он рисовал, постичь суть предметов, счастливое детство, хорошие учителя, острый ум и завидная способность к обучению. Чукан стал мечтательным романтичным подростком, верящим в доброту, справедливость и честь. Маленький Ханзада, который только начинал свой путь. В столицу Сибири, Омск, Чукан впервые попал в 12 лет. Сибирский кадетский корпус. Его зачисляют в эскадрон вместе с детьми казачьих офицеров. Маленький царевич, привыкший, что любое его желание тут же бежит исполнять многочисленная родня и прислуга, оказался в спартанских условиях закрытого военного училища. Сибирский кадетский корпус делился на две части. Первая часть, это была та часть, где учились дети офицеров, чиновников. А вторая часть, это там, где учились дети казачьих офицеров и дети казахских султанов, казахской аристократии. И, конечно, Чукан Валиханов, когда приехал, он еще, конечно, не говорил по-русски. И не надо думать, что он оказался совершенно и на язычной среде. Дело в том, что казачьи дети, как правило, воспитывались также в степи и также хорошо знали и говорили по-казахски. В кадетах Чукан довольно быстро завоевал славу своего рода биокорпуса. К нему обращались за советом в делах чести, которые считались особенно щепетильными. Чукана принимали в лучших семьях Омска. Высшее общество столицы Сибири того времени было весьма своеобразным. Здесь осели семьи сосланных декабристов. Цвет офицерства, знати и науки. Его приняли в семье. Он часто бывал у местного чиновника Гудковского, с которыми, так сказать, они потом будут дружить, общаться, переписываться. Он был в семье, такой очень интеллигентной семье города Омска Капустиных. И даже Потанин, который был его однокашником, и они учились вместе, и потом тоже очень долго дружили, он вспоминал, что Чукану даже повезло, потому что у Капустиных давали интересные книжки читать. И он их приносил в корпус. И так, благодаря Чукану, говорит, я тоже прочитал много хороших книг. В Алиханову не до развлечений и озорства. В 19 лет, по просьбе востоковеда Ивана Березина, он пишет статью «Ханские ярлыки Тохтамыша» свою первую научную работу. Преподаватели не сомневались, он станет ученым. 17-летний султан, золотой мальчик, который предпочел науку балом и за балом. Для нашего Омского научного центра это первый период этнографии, который мы так и называем Чукановский период Омской этнографии. А дальше пойдут потом период Западно-Сибирского отдела императорского русского географического общества исследования. Потом музеи проводили исследования. Этнографическая традиция не прерывалась. В 1974 году открылся Омский государственный институт, и мы сразу создали здесь музей археологии этнографии. Сразу возникла группа молодых ученых, занимающихся этнографией. А сейчас в нашем городе работает более 60 этнографов остепененных, имеющих ученые степени. Летом, на каникулах, Чукан усердно собирал для Костылецкого казахские песни и легенды. Все глубже и осознанней постигал язык, на котором говорил с младенчества. Все более восхищался красочностью выражений, свойственной даже самому немногословному из казахов. 17-летний султан, золотой мальчик, который предпочел науку балом и забавом. После окончания кадетского корпуса в 1853 году Корнет Валиханов поступил на службу в Сибирское линейное казачье войско и был назначен адъютантом при командире отдельного сибирского корпуса в Гасфорте. За первые три года службы он удостоен ношения бронзовой медали в память войны 1853-1856 годов на Владимирской ленте. Кроме обязанностей писать бумаги за Гасфорта, Чукану досталась и обязанность историографа Западной Сибири. Он получил доступ в одно из ценнейших хранилищ тайн русской политики в Азии – Омский архив. Служа адъютантом у генерал-губернатора, Чукан преуспел в изучении истории, географии, экономики степи и соседних стран. Поразительно много разных дел умудрялся совмещать юноша, только что выпущенный из корпуса. Ко всему прочему, на Корнете Валиханове лежало еще и бремя султанского рода. В 1854 году подполковник Чингис Валиханов получил должность советника пограничного управления, вскоре переименованного в областное правление, и перебрался на житье в Омск. Чингис Валиханов и Муса Чурманов делаются на многие годы признанными советниками русского начальства по всем вопросам, касающимся степи. Этим они, конечно, во многом обязаны не только собственным достоинством, уму и знанию степной политики, но и тому положению, которое занял Чукан при Гасфорте. Чукан имел прямой доступ к генерал-губернатору, и его положение стремилось использовать в своих интересах, знать. Появились многочисленные родственники, их друзья, искавшие протекции. Осенью 1855 года Валиханову исполнилось 20 лет. Гасфорд подписывает ходатайство перед военным министром о награждении за особое усердие штаб и обер-офицеров Сибирского корпуса, в котором особо отмечена служба корнета султана Валиханова. Ему еще не полагалось производство в следующий чин, но благодаря особому ходатайству Гасфорта он был пожалован чином поручика. Тогда нужен был понимающий человек, который смог бы все упорядочить. Для чего Гасфор и выбрал Чукана. Задача Чукана была примирение родов. В пути он изучал культуру, быт, население. Там он и записал монасты. В своей первой командировочной поездке в родную степь молодой поручик хлебнул прелестей родственных связей в полной мере. Влиятельные степные магнаты рвались к Чукану в друзья с тем, чтобы добиться для себя каких-либо льгот. Гордившийся офицерскими погонами, Чукан в протекциях отказывал. Появились враги и завистники. Валихановский щенок не станет помогать кому-нибудь другому, только своим, слышал он за спиной. Чукана огорчали завистливые взгляды. Но еще более раздражали те, кто считал себя его родней. Они набивались к нему в палатку. Бесцеремонные, уповающие, что он для того и занимает место при губернаторе, чтобы устраивать дела ближней и дальней родни, а всех ее врагов не пускать на выгодные должности, выгонять с лучших пастбищ. Родня, настоящая и самозванная, липла к нему со всех сторон и оставалась ни с чем, возмущенная и озлобленная. Конечно, были и разногласия, но Чукан никогда не забывал о своих близких, родственниках, заботился о них. Между тем, именно в ходе той поездки Газфорта в жизни Чукана произошли два важных знакомства. С султаном Албанов Тезеком Нуралиным, ставшим в будущем его Шурином, и с Федором Достоевским, впоследствии его близким другом. «Я никогда никому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к вам», — писал Достоевский Валиханов. Подобные чувства вполне объяснимы. Благодаря усилиям молодого султана, цельному Достоевскому значительно облегчили условия содержания. Другом молодой султан был замечательным, добрым, искренним. Кульджу Во время путешествий в Кульджу и Кашгарио он выполнял дипломатическую миссию. Так как Чукан был представителем России, он помог проложить путь в Кульджу и расширить отношения. Одновременно он не забывал и о своей миссии. Собрал массу информации о культуре, географии, этнографии, обычных того региона. Все наблюдения он записывал в свою тетрадь. По возвращении из командировки Чукан Валиханов произведен в поручики досрочно. Начинаются годы, навсегда обессмертившие его имя, годы знаменитых путешествий. В этих поездках он написал свои известные работы о жанрах казахской народной поэзии, дневник поездки на Сыкуль, западный край Китайской империи и город Кульджа, предания и легенды большой Киргизской Исакской Орды. Они стали основой принципиально нового взгляда России на казахов и в культуру, и литературу. Чукан записал некоторые главы великого киргизского эпоса Манас, проанализировал их, перевел на русский язык, показал, что Манас — выдающееся произведение восточной устной традиции. Чукан назвал Манас «Степной Илиадой», а продолжение Манаса — поэму «Семитей». Чукан обозначил как «Восточная Одиссея». Отдельные главы из Манаса были впервые в мире опубликованы на русском языке. Цель отряда Хаминтовского — не только разобраться в сложившейся ситуации между родами старшего жуза, но и определить принадлежность территории, подавить восстание в старшем жузе. В те времена многие начали вмешиваться в политику того региона, сложилась неопределенная, смутная обстановка. До сегодняшнего дня так никто и не разобрался в той ситуации, ни публицисты, ни ученые. Знаменитый путешественник Семенов-Тяньшанский встречался с Чуканом и советовался с ним по поводу маршрутов по этому краю. По его рекомендации, в 1857 году Чукан стал действительным членом российского географического общества. Он встречался с Семеновым-Тяньшанским семьей, а затем и в Омске. Тяньшанские — видны российские ученые. Они сразу прониклись симпатии друг к другу. У них была одна цель — наука. Путешествие становится для молодого Чингизида страстью. Здесь, в дороге, он получает тот адреналин, которого так не хватает на баллах высшего света. Администрация Западной Сибири по-особенному относилась к Чукану. Не только ценила его, но даже и баловала в какой-то степени. Почему? Он был очень образованным человеком. Очень хорошо знал обычаи и традиции казахов. Он был знатной фигурой в среде казахской интеллигенции. Благодаря его знаниям и положению можно было повлиять на казахов. Успех, который обрушился на Чукана после публикации его очерков, кружил голову. 22 года. Впереди такая долгая и насыщенная яркими впечатлениями жизнь. Предложение тайно отправиться в Кашгар, где правит фанатик Якуб Хан, сооружающий пирамиды из человеческих черепов, Валиханов встречает с восторгом. Это же настоящее приключение, мечта всей жизни. Ни один европеец не ступал еще на эти земли. Хотя нет. Английский путешественник Адольф Шлагентвейд пришел в Кашгар из Индии и погиб от руки местного феодала. Ему отсекли голову. Но опасность только подогревает интерес Чукана к путешествию. Тут везде эти киргизы-разбойники были. Киргизы по этой трассе, по дороге, через Аксу и через этот самый перевал, который Сверганы ведет, опасный был перевал. Поэтому они шли очень тяжело. Но караван у них был очень огромный. И русский отряд сопровождали здесь его до перевала. Обритый наголо, переодетый в халат Чукан Валиханов, адъютант, генерал-губернатор Западной Сибири, превратился в купца Алимбая Абдилабаева. С подчеркнутой скрупулезностью описывал Чукан все, что попадало в поле его зрения. Географический обзор, исторический очерк, народонаселение, правительственная система и политическое состояние, промышленность и торговля. И все это окраи, про которые до поездки Валиханова европейской науке не было известно почти ничего. Его труды были опубликованы в записках русского географического общества в виде двух статей. Почерки Джунгарии и описание Кашгара или Алтыншаа. Возвратившийся с караваном поручик Валиханов вследствие испытанных в течение продолжительного путешествия лишений, физических трудов, неудобств и нравственных потрясений от опасностей, которым подвергался, рискуя жизнью. Если бы настоящее звание его сделалось известным, прибыв в Омск, сильно за ним мог. Так что по его природной слабой организации нельзя было определить исход болезни, долго продолжавшейся, сообщает Гасфорд канцлеру Горчакову в январе 1860 года. Чукан приехал в Петербург в 1860 году по специальному приглашению. Можно сказать, он поехал в научную командировку. Пробыл он там чуть больше года и уехал в апреле 1861. Воздаяние отлично усердной и ревностной службы, состоящего по армейской кавалерии поручика султана Чуканова-Лиханова, оказанной им при исполнении возложенного на него осмотра некоторых из пограничных среднеазиатских владений, сопряженного с усиленными трудами, лишениями и опасностями, произвести в штаб с Ротмистры и наградить орденом Святого Владимира. 25 лет. Аудиенция у царя. Герой-орденоносец. Сотрудник иностранного департамента МИД. Поразительная карьера. И захватывающие перспективы. Перед Чуканом открывается блестящее будущее. Отец требует использовать представившийся шанс. По возможности постарайся и схлопотать титул князей. Добивайся этого блага, оно полезно для тебя и твоего потомства. Пиши чаще, сообщай о своем здоровье. Чем больше и чаще будешь писать о своем благополучии, тем больше мы будем переводить денег. В кругу знакомых Валиханова много влиятельных лиц. Достаточно отметить будущего военного министра Милютина и обер-прокурора Святейшего Синода Толстого. Одним из покровителей, а точнее покровительниц Валиханова, стала великая княгиня Елена Павловна, тетя императора. А лучше всего это время в его жизни характеризуют слова сослуживца Валиханова. Словом сказать, Валиханову вначале очень повезло в Петербурге. Отец доволен. Каждые три месяца он высылает Чукану, принятому в азиатский департамент МИД, по 300 рублей. Такие связи и покровители — мечта любого карьериста. Но разве мог молодой юноша, пылкий романтик, мечтать о придворной карьере? Его душа, которую Достоевский называл «чистым алмазом», болела за судьбу мира, за роль просвещения в обществе. Модным салоном и светским раутом Чукан предпочитает дискуссии в оппозиционном журнале «Современник». Весной 1861 года он возвращается домой. И тут оказалось, что и сибирское чиновничество, и высшая казахская знать совсем не в восторге от известного ученого и блестящего офицера. Чукану всячески стремятся показать, что он здесь не авторитет. Нет пророков в своем отечестве. Чукан испытывал разочарование. «С местными султанами и богачами я не лажу, потому что они дурно обращаются со своими бывшими рабами. Зато с пролетариатом Степным я в большой дружбе, и сходимся мы быстро», — писал он своему другу Майкову. С молодым султаном, заигравшимся в демократию, отец Суров. Когда пришла пора женитьбы, происходит драма, ярко показавшая основные черты натуры Чукана. Он не был против женитьбы, но вскоре узнал, что его невеста влюблена в его младшего брата Жакупа, который отвечает ей взаимностью. Тогда Чукан категорически отказывается взять в жены чужую возлюбленную. Отец настаивает и даже угрожает. Начальнику особого западно-сибирского отряда полковнику Черняеву было поручено провести соединительную укрепленную линию между двумя степными губерниями — Оренбургской и Сибирской. Отряд формировался в форте «Верный» с весьма ограниченными средствами. В Алиханову приполковнике Черняеве досталась роль переводчика. До этих пор ему не приходилось участвовать в освободительных походах русской армии. Резня, устроенная Черняевым при взятии крепости Аулията, открыла молодому офицеру глаза наизнанку так называемого «просвещенного общества». Смерть ни в чем не повинных людей и чувство собственного бессилия в этой ситуации. Юноша готов броситься в пропасть, что фактически и происходит. Он покидает воинскую часть. Как только Черняев вышел из «Верного», сразу стала ясна цель похода — захват. В книге Павлова «История Туркестана», которая вышла в 1910 году, указано, что Черняев истреблял людей сотнями и тысячами, многих брал в плен. Чокан не мог все это терпеть. Оставив весь мир с его жестокостями и пустыми хлопотами, Чокан понимает, что болезнь, поразившая его еще в Петербурге, стала прогрессировать. Он поселился в ауле султана Албанов Тизека, своего близкого друга. А вскоре женился на дочке двоюродного брата Тизека, Кушена Яралин. В ауле Тизек он женился на Айсаре, сестренке Тизека. По традиции казахи не могут жениться на родственниках, до седьмого колена. У Тюре строго соблюдался этот закон, поэтому, возможно, женить бы имела лишь формальный характер. Поскольку Чокану нужен был близкий человек, который ухаживал бы за ним. Айсара была очень воспитанной девушкой из знатного рода, и он выбрал ее. 10 апреля 1865 года Чокан умирает. На этом месте раньше стоял памятник Чокану. В 1958 году секретарем райисполкома этого района был Игибай Базарбаев. В одной из командиров в Алмату он услышал, что Чокан был похоронен в Кокчетауской области. Но позже выяснилось, что это могила Кочи-Дуре. По приказу генерала фон Кауфмана, Колпаковский распорядился, чтобы в Алиханово установили надгробный камень. Русские друзья Чокана, проделав огромный путь из Екатеринбурга, привезли мраморную плиту на верблюжьих повозках. Со временем камень оказался под землей. В этом ауле стояла водная мельница, на которой работал некий Зюзин. Он нашел мраморный камень и хотел использовать его для жерновов к мельнице. Необразованный крестьянин начал камень колоть, и осколок, отлетевший от надгробия, попал ему в глаз. После осложнений мужчина скончался. Местные Ахсахалы предупреждали его о том, что эта могила – святое место. Не стоит брать этот камень. Он не прислушался к советам. Кто он, Чокан Валиханов? Первый казах, чьи труды были опубликованы в Европе? Он был богат, но не был богачом. У него была блестящая карьера, но он не был карьеристом. У него была власть, но он не использовал ее. Чокан – историк. Чокан – путешественник. Чокан – видный сын казахского народа. Он этнограф, исследователь истории хана в Центральной Азии, исследователь сын Дзянь. Он сохранял историю и ставил свои оценки. 19-ми, даже в 20-м веке считалось, что казахская наука совсем не развитая, отсталая. Но Чокан своей деятельностью и трудами доказывает, что казахи достойны признания в сфере науки. В 1860 году книги Шокана были переведены с русского на английский язык. Вышли в Лондоне, затем в других странах. О Валиханове сегодня бытует много мнений, хороших и плохих. Но самое главное, мы должны понимать, что он – великий казахский ученый. Прежде чем выносить свой вердикт, прочтите хоть что-нибудь из его бессмертных трудов. Несмотря на свой титул и богатство, он трудился, не покладая рук. За исследованиями, почерками и переводами стоит талантливая личность. Человек, который беззаветно любит свою родину и свой народ. Султан, который ради принципов пожертвовал не только карьерой, но и жизнью. Редактор субтитров А.Семкин